683 страница Канонической Библии. Так, прошу, кто первый нас заходит. Да, Исайя 4 глава. Так, с 4 по 6 стих. Да, хорошо. Нет, микрофон. Когда Господь омоет скверну дочерей Сеона и очистит кровь Иерусалима и среды его духом суда и духом огня, и сотворит Господь над всяким местом горы Сеона и над собраниями ее облака и дым во время дня и блистания пылающего огня во время ночи, ибо над всем чтимым будет покров, и будет шатер для осенения днем от зноя, и для убежища, и защиты от непогод и дождя. Аллилуйя. Слава Господу нашему, да? Итак, здесь о чем говорится? Что Господь отмоет скверну дочерей Сеона. Не знаю, почему про сыновей Сеона не сказано. Я думаю, что сыновей тоже, да? И сыновей Сеона. И очистит кровь Иерусалима и среды его духом суда и духом огня. Говорит об этом? Говорит об этом Иешуа. Помните? Да? Дух суда и дух огня. Буду крестить, да? Огнем. И лопата в руке его. Так сделает Господь, да. И сотворит Господь над всяким местом горы Сеона, и над собранием ее облако, и дым во время огня, и блистание пылающего огня во время ночи. Что это было? Помните? Мы уже разбирали. Сейчас, сейчас. И над собранием, которое на горе Сеона, естественно. Облака и дым. Когда это было? Помните, вы говорите, когда евреи выходили, да? И они реально видели присутствие Божие, да? И так же будет в последние дни. И дым во время огня, и блистание пылающего огня во время ночи. Ибо над всем чтимым будет покров. Вот тут, где место покров, вы можете себе в скобочках написать хупа. 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 Что такое хупа? Хупа это касса. Хупа это что? Покров мы говорили. Помните? Свадебная хупа. Когда талит, берут за четыре угла, и поднимают над новобрачными. Да? Хупа. О чем это говорится? То, что в Новом Завете называется брак агнца с народом его. Да? Брак агнца с народом его. Мы будем говорить о Симхат-Тара. И там тоже появляется хупа. И будет шатер. Вот это слово шатер. В оригинале там стоит сука. Такая сука, о которой мы уже говорили. Будет сука. А в суке крыша где? Крыша сам Господь. Правда? Сам Господь. Будет шатер для осенения днем от зноя, и для убежища защиты от непогод и дождя. Видите? Хупа. То есть это шатер сука, которую мы знаем традиционно, она от дождя не сильно защищает. Но сам Господь будет защитой от дождя. Итак, мы уже останавливались насчет осенения. В данном случае будет иметь покров, но вообще осенение это чаще переводится благословением. Благословением. Итак, мы уже говорили о том, что такое символизирует облака славы. Мы говорили, что символизирует сука. Мы говорили о том, что мы храм искиния Духа Святого, и все эти символы, возможно, будут на тесты. Если я повторяю, я говорю, что это очень важно. Правда? Теперь мы остановились на такой обычае, который тоже связан с сукой, называется ушпизин. Вот я написал это слово. Начинается с алиф. Ушпизин означает гости. Только это не на иврите, это на арамейском языке. Потому что эта традиция более поздняя. Она введена не во время получения торы, а во время вавилонского пленения, когда евреи говорили на каком языке? На арамейском. Хорошо, в Новом Завете мы встречаем эту традицию? Сейчас мы ее разберем. Мы ее встречаем. Ушпизин. Традиция говорит нам, что каждый шалаш, то есть суку, посещает во время праздника семь важных гостей. Вот это слово ушпизин означает гости. Это души праотцов нашего народа, которые приходят, чтобы благословить нас. Семеро гостей. Авраам, Ицхак, Яков, Йосиф, Маше, Аарон и Давид. Давайте мы их запишем. Да, запишем. Видите, это не поклонение душам умерших. Мы разберем, что это означает. Итак, в первый день. Первый уходит кто? Авраам Авину. Ав, отец Авину. Это что? Наш отец. Во второй день. Первый уходит Ицхак Авину. Затем Авраам. Ицхак. Он тоже наш отец, правда? У нас сколько отцов? Три. Ицхак тоже Авину. Третий день. Первым заходит Яков Авину. Потом все остальные. В Суку мы приглашаем наших духовных отцов и наставников. В духовном виде, конечно. Не в физическом. Когда в физическом мы их увидим, значит, мы уже, слава Богу, преображены в телах. Правда? Следующий. Яков. Авину. Потом Ицхак. Потом Авраам и так далее. Все понарастающе, понимаете? На третий день Яков. Яков. Он кто? Тоже Авину. Совершенно верно. Яков Авину. А, в четвертый день Маше. А в Аше уже не Авину. А кто? Маше. Рабейну. Наш учитель Маше. И все, те, которые были раньше. Маше. Рабейну. Наш учитель. Пятый. Кто у нас первый? Аарон Акаген. Аарон Акаген. Что значит Аарон Акаген? Эй. Эй. Аарон Акаген. Что такое Акаген? Священник. Аарон Акаген. Тот самый священник. Шестой день. Первый ходит. Йосиф Гацадик. Йосиф Гацадик. Но потом все остальные. Естественно. И к седьмому дню собираются все гости. Правда? Йосиф Гацадик. Хорошо. Седьмой день. Ходит. А, цадик. Праведник. Цадик. Праведник. Да? Йосиф, помните, он был в Египте. Он был в очень тяжелых условиях, можно сказать. Все равно, что как в концлагере он жил. 20 лет прожил в тюрьме. Если вы думаете, что это была комфортабельная тюрьма с телевизором. Вы знаете, на Востоке какие тюрьмы? Это яма. Сверху решетка, да? Лестница по лестнице. Он спускает ему лестницу, он вылезает. Делает работу, которую надо. А потом его обратно спускают в ту яму. И так он 20 лет прожил. Но он ни в чем не нарушил Господнюю заповедью. И седьмой день. Давид. Га-Мелех. Что значит Мелех? Царь, да? Га-это значит Мелех. Давид-Га-Мелех. Означает царь. Это не поклонение душам предков. Вы знаете, мы просто связаны со всеми этими праведниками. Мы как бы являемся продолжением их. Правда? Сука – это наше тело. И эти праведники символизируют черты нашего характера. Запишите. Это очень важно. Авраам Авину. Как вы думаете, что он символизирует? Это первый человек, откликнувшийся на призыв Божий. Правда? Он символизирует благородство и способность отдавать. Нам нужны эти черты характера? Вот мы берем черты характера каждого из этих людей. Авраам Авину. Это благородство, способность отдавать. Ицхак Авину. Гвура – символ его. Гвура. Авраам – это благородство, способность отдавать. Ицхаковин – гвура. Гвура – это сила. Эль, какой у нас Бог? Гебор, да? Гвура. Сила, способность удерживать. Помните, что делал Ицхак? Ицхак не делал ничего нового. Он открывал те колодцы, которые делал его отец. Помните, враги зарывали, он опять открывал колодцы. Да? Да. То есть, это сила, способность удерживать. То есть, способность быть стойким в тяжелых обстоятельствах. Правда? Да. Удерживать благословение, удерживать Бога, закон Божий, в сердце своем удерживать Дух Святой, в самых тяжелых обстоятельствах. Вы знаете. Помните, даже когда говорится о церкви, есть такая церковь, о которой Господь говорит, что достаточно, если ты сохранишь то, что ты имеешь. Да? Но надо сохранить. Надо уметь сохранить. Ну, так. Я знаю. Это традиция. Следующий. Яков. Кто же такой Яков? Это человек, который полностью поменял свою сущность. Да? Он был человеком, каким? Обманщиком. И он стал человеком, борющимся с Богом, равняющимся на Бога. Это человек, который искал Божьего благословения. Правда? Значит, Яков символизирует человека, который боролся с Богом и искал Божьего благословения. Да? Это рожденный свыше человек. Ему Бог поменял имя. Да? Раньше твое имя было обманщик. А теперь твое имя будет Израиль. Значит, Яков, его символ, что он воролся с Богом и искал Божьего благословения. Маша Рабейну. Через него Бог дал нам Тору. Как Тора называется? Закон жизни. Да? Маша Рабейну. Наш учитель. Через него Бог нам Тору дал закон жизни. Что символизирует он? Способность учить и правильно передавать Слово Божье. Нужно нам это? Правда? Видите? Как интересно. Это традиция фактически не библейская. Это традиция этих фарисеев. Но все эти черты характера, они действительно нам нужны для жизни. Способность правильно передавать Слово Божье. Учить и правильно передавать Слово Божье. Хорошо. Аарон А. Каген. Священник. Первосвященник. Что само слово Каген означает? Священник. Ну а по смыслу? Священник. Нет. Правильно. Служащик Агалу. То есть слуга общине. Да? Так что же символизирует Аарон? За общине. Это способность служить общине и ходатайствовать. А Аарон. Символизирует способность служить общине и ходатайствовать. Иосиф и отцадик. Что же символизирует Иосиф? Праведность. Способность быть праведным даже в самых труднейших обстоятельствах. Такие как у Иосифа. Мало у кого были обстоятельства. Правда? Но он сохранил верность Богу. Значит, это верность, праведность. И еще, знаете, у него очень интересная черта характера. Это способность прощать братьям. У нас часто этого не хватает. Правда? Способность прощать братьям. Давид Амелех. Амелех царь. Это царственность. Это та власть, которая дана Богом нам, как верующим. Нужно нам это? Нам нужно иметь сознание власти. Потому что, если мы думаем только о себя, как и о червь, мы никогда не выполним Божье предназначение. Правда? Если я, если не я за меня, то кто за меня? Но если я только за себя, то кто я? И если не сейчас, то когда? Правда? Кто это сказал? Гелель. Гелель. Тот самый Гелель, у которого учился из Шива. Хорошо. Итак, еще что интересно, что каждый из этих отцов, это тоже запишите, он познал вкус скитаний. Царь, наша власть, которая дана нам Мессией. Если мы не используем эту власть, мы не полностью выполняем свое предназначение. Правда? Да. Каждый из этих, что общего еще между ними? Это что? Каждый символизирует, что общего между ними? Прежде всего, каждый из них познал вкус скитаний. Авраам, прародитель нашего народа, как говорил сегодня Даниил, помните, он всю жизнь жил в палатках. Правда? Он бросил родной дом, отправился в страну, которую Бог обещал дать ему. И он не знал, что там будет. Просто знал, что там с ним будет Бог. Так же самое и Ицхак, и Яков, они что, жили постоянно все время на одном месте? Ицхака вообще враги по всему Ханану гоняли, правда? И он спорил с ними, сражался с ними? Нет, он просто уходил на другое место. Ицхак, и Яков, помните, он тоже служил большую часть своей жизни, он прожил на чужбине, правда? И вынужден был служить своим родственникам. Но, следующий, кто у нас был? Моисей, да? Моисей тоже большую часть жизни провел в скитаниях, правда? Моисей большую часть жизни провел в скитаниях. Иосиф жил в плену. То есть, все они жили в плену, да? Или где-то в скитаниях. Вот. А Давид, он тоже около 15 лет партизанил, вы помните, да? Да, да. 13 или 15 лет он тоже проводил в скитаниях. Было время, даже когда полностью разрушили его город, его родной дом, и всех его родных забрали в плену. Вы помните? То есть, все они познали, да. Все они познали скитания, все они познали лишения. Дальше, что еще интересно, что ни один из этих ушпизин, из этих гостей, никогда ничего не просил для себя. Это тоже в этом мире. Никогда ничего они не просили для себя. Они просили для народа своего, для людей, которым они принадлежали. Помните, Давид, он тоже для себя ничего не просил. Когда его пинали, когда его били. Помните, когда Давида гонял этот Шима в семей, он смирялся перед Господом. Правда? Когда у него была возможность захватить царство, убить царя, что он сделал это? Ни в одни ему руки напомнился, как у Божия. То есть, он никогда не просил ничего для себя. Вот поэтому Авраам стал отцом народов. Поэтому Господь обещал Ицхаку облагословяться потомством твоего народа земли. Господь обещал Иакову, будут трудиться на тебе народы и преклоняться перед тобой племена. Иосифа он поставил хозяином над всей земли, питающим народ. Маше устанавливал границы народам. Аарон был, как добрый елей. Помните, елей, стекающий на бороду Аарона. А Давиду Всевышний сказал, проси у меня, и отдам народы тебе в наследие. То есть, мы приглашаем шалаш этих ушпизин. И кроме того, мы приглашаем ушпизин каких? Из плоти и крови, да? Гостей. И желательно бедных. Особенность хорошо, когда пришельцы, сирота и вдова. И радуйся праздник твой ты, и пришелец, и сирота и вдова, которые во вратах твоих. Это Дворим, или Второзаконие, 16 глава, 14 стих. Хорошо. Как мы проводим холь-га-моэд? Мы уже говорили об этом, да? Холь-га-моэд. Моэд – это собрание. Эда – это община. Эда. Только имеется в виду не община поместная, а община этническая. То есть, вот, все евреи, живущие, например, в Одесской области, это Эда, да? А если я говорю кагал – община, врата, циона. Община такая-то, да? Община ор-самеях. Да, Эда. А здесь моэд. Моэд. Видите, от слова моэд – собрание. А это холь. Холь-га-моэд. Холь означает, дословно, холь – это песок, вообще-то. Но холь означает также что? Будни. То есть, будничные, не праздничные, да? Есть земля – чернозем, а есть земля какая? Песок, не плодородный. Холь-га-моэд. То есть, будни и праздники. Будни и праздники. Сухот делится на 7 дней. Из них первые и последние дни, они имеют такую же святость, как суббота. А 6 полупраздничных дней или 5 полупраздничных дней, если в рассеянии. Это называется, дословно, будни праздника. В эти дни, несмотря на их святость, разрешено производить большинство видов работ. Ну, люди все-таки стараются взять отпуск в эти дни. В эти дни принято также посещать Иерусалим и молиться у стены плача. Вот здесь есть интересная картинка. Молитва у стены плача. Кстати, евреи не называют ее стеной плача. А как называют? Западная стена. Котель Амарави. Или Акотель. Вот там еще предыдущие и последующие странички, посмотрите. В эти молитвы проводятся молитвы у стены плача. Седьмой день праздника особый. Это Гошана-раба. Нет, это в то время, когда имеется время молитвы. То есть утренняя, дневная, вечерняя молитва. Хорошо. Сегодня у нас какой день? Седьмой день праздника. Это Гошана-раба. Это особый праздник. Итак, каждый из семи дней праздника произносит следующее благословение. Благословен ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, осветивший нас своими заповедями и повелевший нас, где жить? В шуке, в шалаше. В первый вечер праздника сначала произносят благословение жить в шалаше, а потом, который дал нам дожить до этого времени, да? Который ше, ехияну, векеймана, векейхияну, лазман хазе. Следующее, это символы и традиция. Это арба или арбаат, некоторые произносы, миним. Арбаат миним. Что такое арба? Как там, через алиф? Алиф. Миним. Сейчас, я подпишу. Арбаат. Арбаат. Миним. Мин – это разновидность чего-либо. Арбаат миним. Четыре разновидности. Четыре разновидности. Ну, дословно, четыре разновидности. Это что? Четыре вида чего? Растений. Кто может перечислить у нас? Этрог. Дальше. Лулав. Так. Хадас, да? Хадас. И что? Арава. Арава, да? Этрог. Этрог первый. Эт. Сейчас я посмотрю точно. Этрог, правильно. Этрог. На конце Т. Этрог. Вторая у нас. Это. Что там у нас? Лулав. Лулав. Это пальма, да? Лулав. Этрог, так он и есть. Цитрон или цитрусовое растение. Если нет, значит, можно заменить лимоном. Но это не совсем лимон. Лулав. Это что? Нераспустившийся пальмовый ветвь. Посмотрите, там вот книжечки. Они видны, да? Вот. Лулав. Лулав. Вот, когда изображен голубь, несущий пальмовую ветвь, да? Это было на сукот. Когда. Ну, это, помните, отпустил голубь, да? Что там у нас дальше следующее? Мирт. Мирт. Хадас. Но здесь употребляется множественное число. Хадасим. Хадасим, такое эс. Потому что берется несколько веточек. Мы сейчас это разберем. Хадасим. И последнее. Арава или аравот. Потому что берется тоже несколько веточек через айн. Аравот. Итак, этрог. Лу. Я неправильно опустил. Лулав. Хадасим. Аравот. Сейчас мы будем разбирать. Это все называется арбаат миним. Четыре вида растений. И возьмите себе в первый день плод дерева великолепного, ветви пальмовые и отростки дерева густолиственного и вербричных, и радуйтесь перед Господом Богом ваших семь дней. Во икра. Другой перевод. Это вариант перевода. Возьмите в первый день цитрон, нераспустившуюся палдьбовую ветвь, то есть лулав, ветвь мирта и ивовую ветвь, и радуйтесь перед Господом семь дней. Это вейкра, левит 23, 40, да. То есть заповедь о четырех видах растений. Это что? Заповедь Торы, да? Этрог. Плод великолепного дерева. Это плод дерева цитрус. К этому роду относятся апельсин, также грейпфрут и лимон. Плод этот внешний похож на лимон, но отличается от него цветом. Этрог имеет оранжевый оттенок, но там есть еще незрелые этроги на базаре. Показано, имеет приятный запах, меркать и имеет кислый вкус. В те времена, когда евреи получили Тору на горе Синай, этрог был единственным цитрусом, произраставшим в земле Израиля. То есть апельсины в Израиле появились уже в период Средневековья. Уже когда Израиль был под властью Турции. Дальше. Лулав. Ветви пальмовые. Это молодые побеги финиковой пальмы, еще не успевшие раскрыться. Листья лулава должны плотно примыкать один к другому и к центральному стволу. Выбирая лулав, надо помнить, что он должен быть зеленым и свежим. Нельзя использовать высохший. Прямым и иметь длину не меньше 40 см. Пальма. Пальма. Это символ красоты и праведности. Сказано в праведниках, как пальма расцветет и как кедр в Ливане возвысится. Финиковая пальма, она с древности в земле Израиля растет. И когда входили в эрисы строя, тогда еще фруктовых деревьев было мало. И пальма обеспечила человеку всем необходимым. И пищей, и одеждой, и кровом, и домашней утварью. Высушенные на солнце сладкие финики не портятся в течение целого года. Из листьев и волокон, опутывающих ствол пальмы, плетут корзины, циновки, сети, вьют веревки, канаты. Из легкой и прочной древесины делают посуду и мебель. Из цветов выжимает масло. В древности из этого масла приготовляли лекарства, заживляющие раны. Кровля из пальмовых листьев не пропускает дождя. Ну, как вот у нас камышом кроет, да? Так, в Израиле, пальмовые листья. То есть, это замечательное дерево, которое может расти даже на засоленных почвах. И есть пальмовые плантации даже на берегах Мертвого моря, где ничего не растет. Живет пальма 200 лет и достигает 25-метровой высоты. Роскошные резные листья пальмы отбрасывают густую тень, которой так приятно посидеть в знойный день. Мирт, на иврите Хадас. Это невысокая вечно зеленый кустарник, имеющий темно-зеленые блестящие ветви с темными листьями и белыми душистыми цветами. В северных странах мирт выращивают как комнатное растение. В листьях мирта содержится эфирное масло, которое используется при изготовлении духов, адекалону и кремов. Дикий мирт растет в Израиле, в основном вблизи Средиземорского побережья и в северной части страны. Чтобы исполнить заповедь, берут три веточки Хадаса. Его название «Дерево густолиственное» объясняется тем, что на стволе вырастает множество примыкающих один к другому плотных листиков. То есть густолиственный, покрыт не только ветки листьями, но даже и ствол. Длина Хадаса, пригодного для исполнения заповеди, должна быть не меньше 30 см. Ива, арава. Вы знаете, что... Да, мы будем говорить о символах. Следующее, я просто говорю о характеристике этих растений. Следующее, ива. Ива, какая на вкус? Горькая, да? Кора ивы, горькая. Она содержит хинин, да? То есть она горькая. Съедобных плодов ива не дает, но тоже приносит пользу человека. Тонкие и гибкие ветви ивы – прекрасный материал для плетения корзин, циновок и мебели. Молодыми побегами питаются овцы и козы. В древности древесина этого дерева шла на строительство лодок и кораблей. Кора многих видов ивы использовалась при дублении кож. Кроме того, из коры ивы приготовляли лекарства. Вот когда не было хинина еще, вылечили малярию с помощью коры ивы. Кроме того, кора ивы еще содержит вещество, которое при своем расщеплении дает аспирин. То есть это тот аспирин, который пользуются наши предки, да? Хорошо. Существует много видов ив. На берегах Иордана можно увидеть плакучую иву. В тени ее лежит бегемот, сказано в Танахе. Знаете, что бегемот в Танахе? Это скорее динозавр. То есть это ивы довольно большие. Есть такие ивы, которые растут очень быстро и при этом не нуждаются в большом количестве воды. Их сажают на песчаных дюнах, которые тянутся вдоль побережья Средиземного моря, а также на откосах по сторонам шоссе и канала. Своими корнями деревья укрепляют почву и не дают ветру уносить песок и в воде размывать. Кроме того, есть ивы, похожие на низкорослый кустарник. А есть и такие, что достигают 30-40 метров в высоту. Вот такой может лежать бегемот. Правда? Бегемот – это динозавр. Он хвостом своим рушит деревья. Паторий. Паторий – это динозавр. Там где-то вот был у вас динозавр, маленькая чичила, я вам говорил. Это бегемот. Так, что же они символизируют? Помните, цитрон имеет что? Вкус и запах. Пальма имеет вкус, не имеет запаха. Можете себе составить табличку, да? Цитрон. Вкус и запах. Пальма – что? Вкус, но не имеет запаха. Мирт – это что? Имеет запах, но не имеет чего? Вкуса. А ива не обладает ни тем, ни другим. Цитрон. Имеет вкус и запах. Ива. Это следующая. Пальма. Она имеет вкус. Какой вкус у пальмы? Имеется плод в виду. Финиковые пальмы. Пробовали? Плоды, плоды. Сладкие, да? Очень сладкие. Очень сладкие. Слаще сахара. Да. Потому что там больше именно не глюкозы, а фруктозы. Фруктоза у нас слаще. Наш сахар представляет смесь одинаковую глюкозы с фруктозой. Она слаще сахара. Дальше. Следующее. Это что у нас? Мирт. Он имеет аромат. А? Нет, не имеет запаха. Мирт. Имеет запах, но не имеет вкуса. И ива считается, что не имеет ни вкуса, ни запаха. Ну, в действительности, веточки ивы горькие, да? Горькие. Потому что они содержат хинина. Хинина – это что? Горечь, да? Хорошо. Итак, аромат – это люди, которые изучают тора. И вкус – это люди, которые делают добрые дела. Значит, лучше всего быть какими людьми? Которые и делают добрые дела, да? И тора, да? Значит, это цитрон. Вторые, значит, не учили тору, но открыты добрые дела. Пальма. Они кормят собой многих людей. Но запаха они не имеют, да? Третьи. Это много и красиво говорят, но мало что делают. Запах от них далеко относится, а покушать, если разобраться, то и нечего, да? И четвертые люди – это которые не учат тору и не имеют добрых дел. Но, что символично, что всех Бог соединяет в один букет. В один букет, в один народ. Потому что все мы нуждаемся в друг друге. И никто не должен отвергать своих братьев. Еще 10 минут у нас есть. Хорошо. Благословение над улавом. Дайте мне еще 10 минут. Даже, может быть, 15. Хорошо? Хорошо, давайте не будем спорить. Валентин Иванович вас задерживает, вы не жалеете, правда? Я же хочу, чтобы вы перед каникулами уже разобрались. Да? Да. Хорошо. Значит, благословение. Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, осветивший нас своими западами и повелевший нам поднимать улав. Вет с Ивану, не телат улав. Следующие обычаи. Обычаи, да. Чтение Кагелет. Чтение Кагелет. Кагелет это что? Экклезиаст, да? Экклезиаст. Хорошо. Вот веселье возлияния воды на жертвенника. Это самый веселый день. Это самый веселый день, который происходит именно в возлиянии воды. Каждый день в жертву приносились различные животные. Быки, бараны, овцы. И каждому виду животных соответствовало свое возлияние. Быку, например. Половина гина, шесть логов вина. Барану. Треть гина и четыре лога вина. Это примерно литр с третью. Овце примерно только один литр. Это все возлияния совершались в храме изо дня в день. Но только был особый день году, который происходило возлияние воды на жертвенник. В этот день был специальный источник, который назывался Шилоах. Или Шилоам. Шило это что такое? Примиритель. И там был особый источник воды живой. Помните, Ешоа как сказал о себе? Я есть источник воды живой. Жаждущие все. Приходите и будете пить. И он сказал это в какой день? Именно в этот день. Правда? Собирался весь народ Израиля. Кагены трубили трубы. Черпали воду и вызывали ее. Храмовый двор был ярко освещен. Свет заливал весь Иерусалим. Левиты играли на своих музыкальных инструментах. Благочестивые ученые, седые мудрецы, плясали, кружились, подпрыгивали изо всех сил. Почтенные горожане распевали песни. Представьте себе, мэр города Одессы с губернатором в голове. И наши равены прыгают, пляшут, кружатся, льют воду, врызгают друг на друга водой, благословляют. И знаете, как там люди? Обливая друг друга водой, радовались. И это был самый-самый радостный день. Кто не видел праздничного водочерпания, тот не знал настоящей радости жизни. Как сказано. Вот в это именно дни, помните, я вам зачитывал, когда происходили жонглирования. Эти мудрецы жонглировали. На вершине храма устанавливали четыре золотые чаши. На них заполнялось масло, а фитилями служили одежды священников. Во дворе были вкопаны в землю золотые светильники высотой в 50, а по некоторым источникам 100 локтей. Значит, сколько это 100 локтей? 50 метров. 100 локтей. Да. На вершине каждого светильника устанавливались четыре золотые чаши. Каждому светильнику были представлены четыре лестницы по одной на чашу. Четверо мальчиков, детей храмовых священников, взбирались по ним наверх, держа в руках кувшины с маслом по 30 логов, то есть по 10 литров в каждом. Они заливали масло светильники и вставляли толстые фитили. И когда эти светильники были зажжены, в Иерусалиме не оставалось ни одного неосвященного двора. И помните еще, что я себе говорю в этот день? Я свет. Да? Да, я свет. То есть все это Господь говорил о себе именно в эти дни праздников. Вот знаете, Шимон бен Гамлиэль, это сын Рабана Гамлиэла. Слышали про него, да? Так, Шимон Рабан бен Гамлиэль рассказывает, что во время праздничного веселья брал в руки восемь факелов и так ловко жонглировал ими, что ни один из них в воздухе не касался другого. Склоняясь к поклоне, он касался земли большими пальцами рук, нагибался, целовал камни двора и выпрямлялся. Причем все это продолжая жонглировать. И никто не мог повторить это. Пока мудрецы и праведники веселили народ в верхнем дворе, левиты спускались по 15 ступеням в нижний двор. Этим ступеням соответствовали 15 псалмов, песен восхождения, сложенных до видов. Останавливаясь на каждой ступени, они играли на кинорах, тимпанах, арфах, трубах. Двое когенов с трубами в руках стояли у ворот, соединяющих в верхний двор с нижним. С первым криком петуха веселье прерывалось, и когены начинали трубить и спускаться вниз. На 10 ступени они трубили дважды. Спустившись в нижний двор, они вновь начинали трубить, и трубить не переставая, пока не достигали ворот, ведущие с нижнего двора на храмовую гору. В это время навстречу другая процессия несла воду из источника жизни. Это было действительно очень хорошо. В этот день сейчас в синагогах производит Хошана Раба. Это сегодняшний день. Хошана Раба. Седьмой и последний день Суккот. Это какая? Большая молитва о спасении. И еще какая производится в этот день молитва? О дожде. О дожде. Еще проходят Акафот, обходы. Первый день Суккот, сколько раз обходят? Один. Во второй день? Один. И так далее. Последний день сколько? Семь раз в день. Следующий день праздника. Шмини Ацарет. Шмини Ацарет будет завтра. Восьмой день праздника. Праздничное собрание. Пусть будет вас, никакой работы не делайте. Что интересно? Что в этот день приносилось 70 праздничных жертв. За что? За все народы мира. То есть, Господь повелел всем народам мира. И производится молитва о дожде. Гэшем дождь. Знаете, что земля Израиля, она отличается, например, от Междуречия, где реки орошает, или от Египта. Где какая река протекает? Нил. А в Израиле и Ордан, это река даже местами пересекающая бывает, да? Летом. То есть, это зависит, прежде всего, земля Израиля от чего? От Бога, да? Помолился? Или я три года дождя не был. Все источники высохли, правда? Поэтому мы каждый год молим о дожде. Именно в этот день начинается молитва о дожде. Следующий день праздника, Симхат Тара, она совпадает со Шмини Ацарет, то есть, завтрашним днем она совпадает в Израиле, а в Росейне это делается послезавтра. Что такое Симхат Тара? Этот праздник введен кем? Равинами, да? Но это хороший праздник. Хороший праздник, потому что этот праздник символизирует наше отношение к Торе. А Тора это что? Это Слово Божье. А живое Слово Божье это кто? Ишуа, наш Мессия. И в этот день заканчивается цикл чтения. И тот, кто читает последним, как называется? Жених, да? Хатан Тара. Хатан Тара. Оно совпадает с последним днем Суккота, то есть, завтрашним днем в Израиле, а в Галуте, послезавтра. Можно и завтра, можно и послезавтра праздновать. Так вам удобно. Если вообще не решили завтра праздновать, это тоже вполне. Хатан Тара. Жених чего? Тары. Он заканчивает читать Тору. А другой человек начинает первую главу. И как он называется? Хатан Берешит. И когда они прочтут эту Тору, что делают? Над ними ставят хупу. Свадебный шатер. И с этими женихами идут по всему городу. Вот там у вас есть в Амстердаме факельное шествие. Идут с факелами. Жених, женит, едет. Возглашает, да? Жених идет. На что это похоже в Новом Завете? И что? Правда? Слава Господу. Еще в этот день благословляют детей. Это есть особое благословение для детей. Я думаю, что мы завтра тоже это будем делать. Благословен наш Господь. Мы уложились. Конечно, очень сократили последние моменты. Если кто хочет почитать более подробно, я вам могу дать. Хорошо. Слава Господу нашему. Радостного, счастливого праздника. И всего самого-самого-самого лучшего. ...было праздновать день рождения. Не было принято праздновать день рождения. Вот день смерти, да, отмечался? День смерти, он словнее, чем день рождения, да? Если бы Иешуа хотел, чтобы праздновали его день рождения, он же точно бы назвал бы это. Для него это не было важно. Потому что в то время такого не было. Празднование рождения, оно тоже, видите, связано с языческим пультом. Празднование рождения. Как говорят, день ангела. Когда человек рождался, ему давали имя какого-то бога местного, или ангела позднее, или святого, да? И он считался его покровителем. Поэтому было так важно праздновать день своего святого, чтобы именно в день ему поклониться в этот день. А для евреев это не играло никакой роли. Языческое поклонение солнцу день, 25 декабря, считалось днем рождения солнца. То есть уменьшается, уменьшается день, а потом что? Солнце народилось, и день начал увеличиваться. В это время как раз происходил римский праздник Сатурналий. Сатурналий с 17 по 21 декабря. Это неделя. Такая праздничная, которая проводилась с весельем, раздачей подарков, свечей. И все это впоследствии произошло в обычае празднования Рождества. Праздник Пасхи стал связан с культом вавилонской богини Плодородия Иштар. А по-английски Истер, да? Истер, Пасха. Ее весенний праздник обычно отмечался такими символами Плодородия, как яйца и кролики. Ну яйца у нас есть, а кролики у американцев. Не знаю, что там у нас кроликов не празднует, да? Вы можете видеть многие пасхальные картинки, и что-то там нарисованы кролики. Этим символом было просто дано новое значение. Их вели в церковь. Так, третье. Мария и святые. Мария и святые. В конце 4 века язычество было запрещено. Языческие храмы превращены в церковь. Язычники теперь официально считались христианами и ходили в церковь. Вот он раньше ходил в воскресенье Бога Солнца поклониться, и сейчас он туда же ходит. И тот же самый Бог Солнца стоит на фронтоне, висит. Только он уже раньше был Иисус. И он уже христианин. Им больше не разрешалось пользоваться старыми именами языческих богов. Но в веровании их и не изменились. И они дали христианские имена языческих богам. Одним из распространенных языческих культов был культ Изиды. Египетская баяния называлась Великой Девой и Матерью Бога. Звучит? Великой Девой и Матерью Бога. Она обычно изоблажалась держащей младенца гора. Вот потом вы можете посмотреть. У меня отпечатано, но плохо видно. Вот она держит младенца. Похоже вам на это что-то? Я надо доверить еще. Да. Значит, Великое Дево, Мать Бога и держит младенца в позе, очень похожей на ранее христианские изображения Марии и Иисуса. Поклонницы Изиды просто начали называть ее Марией и продолжали похороняться ей. Поклонницы Артемиды. Артемида богиня мертвых. Она же Диана. Она же Кибела. Вот она в царстве мертвых изображена. Смотрите. У нас тоже такие есть изображения. Женщина, которая вот так вот благословляет. И рядышком петушек. Смотрите. Вот она здесь держит оленей. И тут еще Лена. Как символ святого царства Митеды. И то есть Артемида, общество Артемида, это богиня смерти. Хорошо поклоняется богине смерти, да? Но вы заметите, что на многих очень изображение тела Марии, в частности у знаменитой Софии Киевской, она находится именно в такой благословляющей позе. Вот там Мария, которая забрала с Киевской, сурки и Киевской. Это Артемида Ефельская, против которой выступал товарищ Павел. Товарищ Павел, да. Да? Интересно. Поклонники Артемиды также использовали эту поделку. Таким образом, языческий билога тоже заменили, но на всяких святых, помните? Ты там такому-то святому власти, святому там этому и так далее. Константин в последние годы своего царства не повелел выкинуть из храма все античные изображения, переплавить металлические скульптуры, разрушить каменные. Бабтистеры Сан-Джованни Инглитерана в Риме украшены циклом картин художника Карла Марати, посвященных Константину. Одна из них так и называется – уничтожение языческих богов. Помните, много всяких статуй было, да? И вот до сих пор находят статуи всякими отбитыми руками, там у Венеры рук нет. Знаете, почему у нее рук нет? Отбили. Христиане ее отбили руки, да? Когда Константин повелел сделать из гигантской статуи Аполлона памятник себе, так что он сделал? Заменил голову языческого бога. Он решил самым надежным способом обезвредить древних демонов. И в бронзу памятника был впаян осколок якобы того самого креста, на котором был распят Христос. Вот первая память к Ленину и товарищу Константину. Мы лупим с Аполлоном, ему отрезали голову, поставили голову товарища Константина, ну, для того, чтобы на всякий случай обезвредить имеющиеся там бесы, еще упаяли, вот как тут ядро чугунное в памяти, где куст паянное есть. Еще кусочек креста упаяли. Вот он, символ получился, такого христианского язычества. Любопытно отметить, что для раннехристианского искусства характерно отсутствие собственных творческих идей. На первых порах христиане просто перетолковывали на свой лад готовые решения, найденные атичными авторами. Мы встречаем на стенах христианских кладбищ, на надгробьях, на саркофагах изображения амуров, дельфинов, цветочных гирляндр, птиц, которые по понятию греков и римлян насеяли райские сады или изюма. Христа зачастую символизировал амур и орфей. Вот берут там орфеи или амуры и говорят, ну, это и есть Христос. Потом наявило место в более поздние времена. На Агоре в Афинах долгое время стояла статуя, изображающая богиню счастья и судьбы Тихе, держащую в руках маленького Плутона, бога богатства. Плутона, да, или кого-то? Плута, большего. Вот тебе, пожалуйста, Дева Мария. Группа представляла собой акролит, то есть милые затоны из разных материалов. Голова и руки богини Тихе были вытолканы из мрамора, остальное из дерева. И авторов у нее было двое. Афинянин Ксенофон готовил лицо и голову, остальное принадлежало рису Фиванса Калистоникса. В этой статуе была воплощена следующая идея. Отдать Плутона в руки Тихе, то есть аллегорически показать, что богатство – дело судьбы. Когда в конце XVII века статуя была найдена в финских руинах, христиане усмотрели в ней знамение Божие. Это первое изображение Девы Марии. Вы знаете, что, между прочим, есть такое мнение, вот у меня есть книжка, я ее сегодня сдам, что вот то, что вот этот колосс на глиняных ногах, вот эта глина и металл – это обозначает вот такое языческое христианство, основанное на ничем, несовместимых друг с другом частях. Я не говорю о том, что Ишуа разрушит христианство, а тогда как составляет, что камень разрушит христианство – это неверно. Но действительно, Ишуа тот камень, который разрушит вот такое вот христианство, которое наполовину языческое, и состоит вот как эта богиня. Частично из дерева, частично из металла. Можете себе представить такую стату? А как бы символ такого вот христианства соязычества. Не может быть никакого компромисса. Не может быть никакого. Многие предметы античности используются христианские и священные служители по новому назначению. Сохранились именно благодаря этому. Так сосуды, кубки, чаши, вазы иногда используются как дароносицы. Стул богатого патриции, выполненный из красного врамора, стал бабским троном. Хотите закончить? По вашим словам, до двух часов занимаемся. Не, не, давайте что-то дыхнем. Не, ну что, хоть пять минут, а так. Я хочу вам немножко, давайте там, я дочитаю вот эту страницу и отпущу вас. Я понимаю, что вам трудно это увидеть. Ну, я думаю, интересный материал. Да, да. Давайте, я, если вы не найдете, я сам. Получается, дьява Мария с ребенком, это паутон на руках. Иногда это изида, изображающая гора. Вот в данном случае, вот эта статуя была найдена. В 17-м веке где-то развалена. И все закричали, что, а как же, это дьява Мария, раннее изображение ее и так далее. Ну, видя женщину с ребенком. Когда-то на пристани города Гаэты стояла огромная, выше человеческого роста, мраморная ваза, и моряки забрасывали на нее причальные концы. Ну, знаете, такая тумба, куда бросают веренки на причала. Ваза выше человеческого роста. Эту вазу создал афинский мастер Селешон, и моряки забрасывали на нее причальные концы. Она украшена рельефом, классический сюжет. Гермес. Гермес. Бог передает маленького Диониса нимфом. Как вы думаете, Гермес передает Диониса нимфом? И что это сказали? Конечно, это рождение Иисуса, да? И эта ваза перекочевала в христианский собор, стала использоваться в качестве купели. Не исключено, что изображения на вазе танцующей сатиры и нимфы были восприняты как праздник крещения и символ райской радости. И в 1805 году неаполитанский король велел заменить языческую купель на новую, а ваза нашла место в музее. Церковь Святого Марка, сидение от мраморной колесницы, изваянное во времена августа, служило епископским троном. Посетитель, рассказывающий на этом троне, восседал сам Святой Марк. В 1734 году его убрали из базилики. А в 1788 году Франческо Антонио Францони добавил к воску двух несущихся голубого мраморных коленей. И упряжка стала центром Зала Деля Бига Ватиканского музея. Крупные блоки старых храмов использовались для строительства цикле. В некоторых случаях здания бывших языческих храмов просто приспосабливались для христианского богослужения. Христиане частенько использовали старые храмы как своего рода каменоломни, добывая из них строительный материал для своих построек. А христианские правители одаривали друг друга колоннами и пистелями, взятые из сооружения античных зодчиков. Знаете, что в Ленинграде тоже есть там вещи? Колонны взятые из Египта, львы, да? И там разные... Есть там обелиск из Египта, привезен, но правда они не входят в состав православных храмов. Папа Гонорий приказал украсить хришу храма святого Петра 630 бронзовыми пластинами, которые подарил ему император Гераклий, а тот снял из храма Ромула. В построенных в районе христианских церквях особенно хорошо видно, что для их сооружения употребляют целые блоки античных зданий. Создатель храма Девы Марии в Риме был особенно горд происхождению несущей монолитной гранитной колонны, а на ней крупными буквами значилось, что колонна была взята из бывшей императорской спальни. Там буквы и не стерпят. Ну вот, помним культ Артемиды Эфеской. В этом городе находился знаменитый храм богини. Чтобы не лишиться доходов после разрушения храма, до его мести построили христианский храм. Первый в мире истории христианства, посвященный Деве Марии. А что с тем храмом случилось? Храму Артемиды Эфеской. Он геррастрат такой был. Знаменитый. Он решил стать знаменитостью. И что он сделал? Он поджег храм Артемиды Эфеской. Сделать он ничего не мог. Зато разрушить захотелось, да? И вот на развалинах этого храма сделали храм Девы Марии. Типичный пример конформизма христианской церкви. Коимператор Истиниан сделал для строительства храма Святой Софии, вот эта знаменитая София, которая стала образцом для многих православных, в Константинополе 8 из 127 колонн древнего храма Артемиды, то есть в этой знаменитой храме Ая Церкви. 8 колонн, взятых из храма Артемиды, того самого. А как поступил в свое время и как заповедовал нам Моисей? Использовать языческие вещи или нет? Что он сделал с золотым птицом? Зашут его. Правильно? Мог бы тоже сказать, знаете, ребята, это шето, пропадает золото на Чиканевке, из него монеты. И сделаем что-нибудь, да? А там несколько тонн золота было. При императоре Константине Великом статуя матери богов Кибели была трансформирована в фигуру молящейся. Для этого пришлось брать изображение львов-гумов богини и изменить положение ее рук. На одной из площадей в Венеции стоит фигура святого Георгия. Изображение победителя, дракона. Помните, Георгий победоносец, да? Покаящийся на высокой колонии из египетского врамора. Составлено, значит, из чего эта статуя? Туловище воина, которое создано в годы правления императора Адриана. Это 117-138 годы. Голова. Представляет портрет понтийского царя Митридата 6-го Епатора 132-63 год до нашей эры. И голове царя пределы Ненип. Получился, Георгий победоносец? Использование античных торсов, изготовленных мадам Верамана на площади Эрби, Моисей, из военной Рафаэле Кураде и Козимо Севестре в Афроенции, знаменитый Моисей, с рогами, святая Мария Санта-Крочи, святая Несса в Риме. Ко многим античным статуям были приделаны головы известных средневековых правителей Фабриция Колонна, Алисадо Форнезе, Карло Барбене и Франческо Альдебрянти. Особо впечатляющим примером подобного употребления в произведении частичной искусства является судьба колонны Трояна и Марка Аврелия. Папа Сикс VI, по повелению которого был уничтожен не один античный памятник, распорядился в 1581 году использовать колонны для установления фигур апостола Петра и Павла. Высеченные на колоннах рельефы, которые изображали триумф императора, одолевших варвару, естественно, стали изображаться как Петра и Павла. Для отливки фигур апостола скульптор Доминика Фонтана употребил бронзу старинных дверей и пушек более нового времени. Когда в 330 году была основана новая столица империи Константинополь, правитель занялись его украшением. Самым легкодоступным и дешевым для их источников были памяти геотичного искусства. 60 самых выдающихся статуи были вывезены из Рима, большинство отобраны из городов Греции и Малой Азии. В этот момент еще торжествовал здравый смысл, пусть это языческие статуи, важно, чтобы они украшали идею утверждения истинной веры. И 427 статуи языческих богов украсили собор Айад София. Арки Константинопольских домов были заставлены разными украинными шедеврами. А знаете, что потом с ними случилось? Когда был четвертый крестцовый поход, все эти шедевры перекочевали в Рим. Икони Святого Марка и все остальное. Там были изображения мус, золотой тревожник, афин и так далее. Когда императоры более позднего времени Констант II в 662 году послал анцов на территорию Первой империи, они вернулись почти с пустыми руками. С худой добычей этой экспедиции оказались две позвоночные лошади и бронзовые пластинки с крыши пантеона в Риме. Хотя он давно же считался христианской церковью. Вот такие вот интересные вещи. Продолжение следует...